сейчас подо мной 20 килограмм лего и на них чертовски неудобно лежать зачем мне 20 килограмм лего наверное я сошел с ума или нет слушай это было 22 ноября мы с моей мадам всю ночь играли в майнкрафт и пока она создавала кошачью армию дабы криперы не взорвали ее к хренам я в этот момент решил подкачаться прямо в майнкрафте построил квадратный спортзал и понял что хочу такой же в реальной жизни большой квадратный спортзал из лего насколько правдоподобно это звучит не звучит но и пофиг эту историю я придумал только что на самом деле идея создать спортзал из лего пришла мне спонтанно и я сходу ей вдохновился идея в том чтобы намутить кучу лего собрать из него пару спортивных снарядов и провести с ними тренировку при этом снаряды должны получиться такими чтобы они были удобными не развалились не воняли и были способны загрузить мышцы это значит что они должны быть тяжелыми а для этого нужно больше лего чем у меня есть вообще главный вопрос в том получится ли с ними накачаться или похудеть для того чтобы похудеть в идеале скрафтить велотренажер и это будет проблематично поэтому вашему вниманию спиннинг велотренажер и соул в один класс с огромным 21 дюймовым экраном с кучей функций что это значит это значит что тебе не придется вертеть педали в рандомном спортзале глазеть на потных чуваков и ждать когда это уже закончится скука с этим тренажером ты можешь оказаться прямо в швейцарии франции китая или где-то в снегу выполнять челлендж от разработчиков вести полноценный дневник тренировок где видны все твои прошлые заезды а также получать ачивки за выполненные задания кто не любит ачивки также на этом экране ты сможешь запустить одну из готовых программ тренировок с которой ты сможешь лучше выложиться а значит сжечь больше жира при этом каждый день ты сможешь тренироваться вместе с другими людьми подключившись на прямую трансляцию все это сможет сделать твой прогресс более эффективным кстати велосипед имеет спиннинг конструкцию с гигантским колесом сзади тренировки на таком типе тренажера намного эффективнее а корпус велосипеда сделан из стали сломать его не не получится руль по всей длине оснащен пластиковой пропиткой что позволяет ему быть в меру мягким в меру жестким удобным нифига себе а сидение помимо того что имеет упругую дышащую подушку может быть настроена под любое телосложение твоя жепа будет в комфорте кручу педали уже второй час сиденье удобно и это офигенно переходи по ссылке в описании и заказывай наверное идеальный инструмент для тренировок а мне надо лего искать точно первой задачей было надыбать кучу лего изначально идея была купить несколько новых наборов но увидев их цену я понял что план отстой дорого поэтому нашим решением стало купить кучу бэушного лего совита у людей которые наигрались лего и продают его задешево кто эти люди вообще у нас была карта тачка и мы отправились за лего в поисках квадратных сокровищ а а готова пакет номер один еще гигантский пакет пакет это последний где мы черт у нас проблемы в итоге мы накупили лего на 20 килограмм на все про все мы потратили 10 тысяч рублей и если бы мы покупали наборами с магаза то потратили бы в 10 раз больше появилась мысль что покупая лего в обычном магазине ты платишь 80 процентов цены за одну инструкцию и вообще это логично я отложил лего в сторону схавал молочный ломтик и взялся придумывать план собирать что-то бездумно это это бездумно поэтому я провел двухминутный мозговой штурм и понял что лучшая идея это сделать пару гантелей учитывая что у нас 20 килограмм лего у нас есть возможность сделать гантели по 10 килограмм и это звучит круто при этом в теории я способен сделать систему с помощью которой смогу увеличить или уменьшить вес гантель и это тоже звучит круто самое сложное будет сделать так чтобы вся эта 10 килограммовая конструкция не развалилась к хренам ведь мне нужно не только это собрать а еще попробовать провести с этими гантелями тренировку в первую очередь я высыпал все лего на пол и прилег на него на нем кстати неудобно первую очередь я начал распределять лего отбирая из этой кучи самые большие детали из них я собирался сделать основу я предположил что чем деталей будет меньше тем прочнее будет конструкция отобрав самые большие из них я начал строить гриф гантелей очально во время разборки я сразу проверял прочность конструкции с помощью двух бутылок с водой гриф нам нужен прочный это важно и так поехали level 1 3 слое лего сейчас просто положим сверху две бутылки с водой если сломается то все хрен. Поехали. Ах, shiit. Левел 2, 4 слоя. Поехали. Работает. После я начал наращивать блины. Идеей было тупо брать рандомную деталь и присоединять к готовой конструкции. И пока я это делал, я все время бегал что-то схавать. Или еще зачем-то. Не важно. Это было проблема и ведь Лего было тупо везде. И каждый раз я на него наступал. Это не дело. Подумал я и забацал тапки. Зацените мои тапки. Теперь я тупо наращивал свою подошву новыми деталями. Мое изобретение фигня полная на самом деле. Поэтому я надел свои кастомные кроссовки. Кстати, видео, как я их делаю, есть на канале. Ага. А я продолжил наращивать блины. Основа готова. По факту это основная часть гантели. Еще нужно придумать, как сюда цеплять, а также отцеплять дополнительный вес. А еще нужно будет нарастить эту конструкцию разными деталями, которых там еще тонна. И гантели сейчас весят по паре килограмм, и это нихрена себе. Но! Все это дело конкретно крепкое. В крепость своей разработки я не верил от слова совсем. Я даже был готов использовать клей. К счастью, он мне не понадобился. Далее я потратил примерно полчаса на придумывание системы увеличения и уменьшения веса. Итак, вот моя идея. Когда основные блины будут собраны, я соберу еще 4 гигантских скопления деталей. И этот дополнительный вес будет тупо крепиться сверху и снизу. И также тупо открепляться. Просто, обычно, зато практично и со вкусом. Закончив думать, я снова залез в кучу лего. Главной проблемой было то, что купив лего, которое уже собирали до тебя, я получил кучу собранных скоплений деталей. И иногда разъединить их было реально проблематично. Вообще, самый простой тренажер, который можно собрать из лего, это тупо скрепить 2 квадрата и попробовать их разъединить, не используя при этом зубов, плоскогубцев, ногтей. Попробуем. Да, это невозможно. Попробуйте. А я продолжу. Я продолжил. Мне нужно было собрать 8 гигантских скоплений деталей. Я взял за основу подошву от своих же тапок. А далее тупо наращивал большие детали, придавая какую-нибудь форму. Хотя, это необязательно. Очень люблю играть в Майнкрафт. В детстве любил собирать лего. Эти два факта связаны на 100%. Надо поторопиться. На самом деле, самое веселое было наращивать гантели всем, что только способно прикрепиться. Цветы, человечки, колеса, еще колеса. Это что такое, я вообще не понимаю. В итоге, все это создает месиво из всего подряд. И выглядит это круто. В конце нужно было выровнять вес гантелей. Нам нужно потренить качественно, поэтому блины должны были весить одинаково. Поэтому я потратил еще час на то, чтобы их выровнять. И вот, что получилось в итоге. Я наконец доделал. Это первое, там где-то второе. На их создание ушло 4 дня, и это было пипец как долго. Мы просыпались и садились на пол собирать лего. И так весь день. И так 4 дня. Теперь их надо протестить. Тестить будем в полевых условиях. Я решил качнуть руки. Короче, худшее, что может произойти, это если эта штука упадет и развалится к хренам. Потому что нам придется ходить по лего и еще кучу времени. Но в целом, эта фигня весит по ощущениям килограммов 6. Мне это, конечно, маловато. О, ё-моё, оно здоровое. На бицепс, поехали. Пофиг. На бицепс. Обалдешь. Теперь на трицепс. Как бы это не сломать все. Опасный друг. Изи. Самое сложное в работе с этими штуками, это почувствовать момент, когда лучше прекратить. Потому что они трескаются прямо у тебя по душам. Поехали. Бахнем разводки. Ага. Ух. Падает система увеличения веса. Это умные гантели. Они понимают, когда надо сбросить вес просто. Короче, в целом, разработка имеет место быть, если не делать ее неделю. И если использовать большее количество больших деталей. На этом все. Спасибо тебе за просмотр. Если тебе понравился ролик, то поставь лайк, подпишись на канал, кликни вот эту звенящую хрень и напиши комментарий. Я обожаю читать комменты. Ну все. Всем удачи и всем пока.